В жизни каждого человека есть источник бесконечной силы. И все же практическое большинство людей либо не хотят, либо не знают, как правильно пользоваться этим источником. Я говорю о силе вашего разума. Большинство людей позволяет своему собственному разуму предавать их снова и снова. Кто бы что ни говорил, но я глубоко убежден в том, что мысль материальна. Ваш разум наделен огромным могуществом. И если вы позволите себе дать слабину и поверить в слабую мысль, то эта мысль станет реальностью. Возьмем двух больных раком людей. Первый пациент говорит себе, что все уже бесполезно, что рак уже не остановить и жизнь больше не имеет никакого смысла. Он уже настроился на негативный сценарий. Бессознательно его тело не будет бороться изо всех сил. Оно не будет исцеляться в меру всех своих возможностей. Этот пациент сам поставил на себе крест и даже не дал и малейшего шанса хоть какой-нибудь надежде. Теперь давайте посмотрим на второго пациента. Каждый день просыпаясь, он первым делом говорит сам себе, что он слишком одарен генетически и благословлен, чтобы быть убитым каким-то там раком. Он верит, что все окружающие его вещи работают на его благо. Будь то солнечный свет, который он получает, подходя к окну, или же вода, которую он пьет. Он искренне верит в то, что даже такие мелочи способны непосредственно исцелить его от рака. То же самое касается его ежедневных активностей, а также фруктов и овощей, которые он потребляет. Этот пациент верит в пользу каждой мелочи. Все работает на его благо и на его выздоровление. И, конечно же, это не дает никаких гарантий, и второй пациент по-прежнему находится в группе риска и может умереть. Однако он уже значительно увеличил свои шансы на выживание, так как сознательно и бессознательно его организм будет бороться с этой болезнью. Именно поэтому время от времени вы слышите, что врачи шокированы чьим-то выздоровлением. Они не могут найти других слов, кроме как сказать, что случилось чудо. Наука до сих пор не в состоянии это объяснить. Она только начинает свою работу над пониманием человеческого разума. Многие умные и уважаемые люди основывают свои мнения только на научных исследованиях. Но это совершенно не значит, что эти исследования обязательно являются полными и всеобъемлющими. Не стоит недооценивать силу вашего собственного разума. Не позволяйте вашему разуму предать вас. Разум это то, что невозможно измерить в полной мере. А значит и сила разума является настолько же велика. А вот вам другой пример. Общеизвестно, что грудное вскармливание лучше, чем молочные смеси. Это самый здоровый вариант как для матери, так и для ребенка. Однако с каждым годом становится все меньше и меньше матерей, кормящих грудью своих детей. В странах первого мира только одна из 200 женщин кормит своих детей грудью. Это происходит из-за того, что во многих странах женщинам внушили, что это нормально. Что многие женщины не могут кормить грудью или не вырабатывают достаточное количество грудного молока. Их разум принял это как реальность. И их тело бессознательно следует этому убеждению. Их разум лишает их естественной способности кормить грудью своих младенцев. Но зато в странах с низким и средним уровнем дохода гораздо чаще кормят грудью. В этих странах сложнее купить молочную смесь. И именно поэтому они не могут принять убеждение о том, что большинство женщин не могут кормить грудью. Их тело делает то, для чего оно было создано. Вы понимаете, что в этом примере разум матери может предать своего собственного ребенка. Если вы верите в то, что делает вас слабее, то вы предаете сами себя. Эти мысли становятся вашей новой реальностью. Однако наряду с этим важно не позволять другим людям контролировать вас. Ни одно средство массовой информации и ни одна корпорация не должны быть способны навязать вам свою волю и управлять вами как марионеткой. Но к сожалению, подавляющее большинство людей верят и обсуждают навязываемую им повестку дня на ежедневной основе. Вы должны подвергать сомнению все, что вам говорят. Спросите себя, кто и почему хочет, чтобы вы в это поверили. Если вам говорят, что у вас психическая болезнь, которую нельзя вылечить, спросите себя, почему кто-то хочет, чтобы вы поверили в это. Если ваша девушка говорит вам, что дружба между мужчиной и женщиной, конечно же, существует, то задайте себе резонный вопрос. Зачем она это делает? Может быть, вам уже пора проверить наличие рогов на своей голове? Вы никогда не задумывались, почему множество психических болезней существует именно в странах первого мира? Почему страны, которые сталкиваются с большими трудностями и бедностью, не могут позволить более слабым мыслям войти в их реальность? Реальность такова, что многие проблемы психического здоровья существуют только в тех местах, где люди могут позволить себе принять эти ослабляющие мысли. Это отличный способ контролировать людей, заставляя их верить в то, что якобы их ослабляет. Не случайно на западе покупают гораздо больше лекарств на человека, чем в любой другой стране мира. В западном мире наука это все, а люди часто не подвергают науку сомнению, и поэтому их умы хорошо контролируются. Не подумайте, я ни в коем случае не хочу сказать, что наука это плохо. Наука может быть удивительной, но есть пара вещей, которые вы должны знать о ней. Первая заключается в том, что в науке нет абсолютных истин. В науке есть только приблизительные истины. Точность утверждения, теории или концепции определяется целой совокупностью факторов и тем, насколько глубоко вы изучаете этот процесс. Вторая причина заключается в том, что многие научные исследования ошибочны и вовсе не верны. Потому что многие ученые заинтересованы в финансировании и карьере, а не в нахождении истины. Существует множество ложных и коррумпированных научных исследований. Когда вы принимаете что-то за идеальную реальность, не подвергая ее сомнению, это может быть использовано против вас, как самое смертоносное оружие. Многие люди даже не смотрят сами исследования и просто принимают заголовки статей, как единственную правильную реальность. Если вы не хотите, чтобы другие люди контролировали ваш разум, вам нужно подвергать сомнению все, прежде чем вы решите принять это за истину. И именно поэтому я создал специальный дискорд сервер, на котором ты сможешь найти людей со схожим мышлением и прокачать себя. Ссылку на дискорд сервер ты найдешь в описании к этому ролику. Огромное спасибо за ваши лайки, комментарии и репосты. И отдельное спасибо всем ребятам, кто поддерживает меня и подписывается на бусте. Удачи и до встречи. Космические ковбои. Я что угодно могу изменить. Кроме человеческой природы.